Часто для поиска длиной в жизнь нужен один вопрос, и часто этот вопрос, что значит моя фамилия. Мы привыкли, что фамилия это важная часть нас, нечто персональное, даже несмотря на то, что ее носят другие родственники и в целом даже чужие люди. Особенно если фамилия редкая. Я до какого-то момента испытывала даже гордость за то, что у меня так мало однофамильцев, хотя, наверное, не буду врать, мне до сих пор это нравится. И все же неважно, редкая фамилия или распространенная, она в наше время то немногое, что осталось от разговоров о родовой памяти и традициях в прошлых поколениях. В ней отзвуки очень большой части мировоззрения наших предков. Правда, для того, чтобы этот вопрос перерос в поиск, нужно кроме мотивации еще сначала пережить разочарование. Потому что любая фамилия в прошлые века значила куда меньше и не была таким символом всего родового и семейного, как сейчас. На это есть много причин, но главное следствие. В документах, упоминавших крестьян, ее часто опускали, а у многих в целом не было фамилий до начала 20 века. То же касалось и многих купцов, и мещан, и даже дворянских родов до петровских времен. У них-то фамилии были, но могли меняться. И даже позже одна фамилия могла собрать под собой множество родов, обедневших, разбогатевших. Поэтому сама по себе значила меньше, чем статус, влияние и отношения конкретных родственников и предков дворянина. Из этого следует один вывод. Когда дело касается прошлых веков, на одном знании фамилии и имени поиск не построишь. Как я уже сказала, у крестьян в разных губерниях Российской империи примерно с 1870-х по 1920-е годы шел процесс присвоения фамилий. Но не у всех. Исключения связаны в первую очередь с тем, что само крестьянство не только велико, но и разнородно по происхождению. Крестьянин начала 20 века мог быть в прошлом, ждете, что я скажу дворянином, но нет, однодворцем, монастырским крестьянином, казаком-поселенцем и так далее. А, собственно, если уйти на пару десятилетий назад, это легко обнаруживается. Поэтому за некоторыми родами, в первую очередь активно перемещавшимися, даже невысокого происхождения фамилии были закреплены еще в 17 веке и ранее. Но в документах они на протяжении столетий писались не всегда. Могли писаться в 17 веке, потом только в конце 19 века всплывает, что, оказывается, все в этой местности знали, вот эти люди принадлежат к такому-то роду, у них такая-то фамилия. Но в документах найдете только имена и отчество все это время. Купцы чаще всего были выходцами из крестьян, поэтому чем раньше купеческий род оформлялся, тем быстрее за ним закреплялась фамилия. Новоявленные купцы в середине 19 века часто были без фамилий. О дворянах, которые вышли из боярских родов, я уже упоминала. Если у кого и были фамилии в допетровские времена, то это точно у них. Сразу хочется сказать нет, потому что представляется ситуация, которая бывает чаще, чем кажется, что человек приходит, выбранный по каким-то своим соображениям архив или на форум, и говорит «Мое фио такое-то, деда звали так-то, где полочка с информацией о моей семье?». Но если не подходить так буквально, то по фамилиям организованы многие описи в архивах. И к нашему счастью, поиск по 20 веку, с которого все равно начинать чаще всего приходится, конечно, во многом может быть по базам, по алфавитным базам фамилий. Военный поиск, поиск по учебным заведениям, по сословным учреждениям, везде, где изначально были какие-то картотеки и списки, членов-участников, назовем их так, есть шанс получить информацию таким вот относительно быстрым способом. Но вот подвох с дворянскими родами. Если у вас фамилия Орлова, например, вы можете быть потомком как одного из родов Орловых, а может быть и потомком крепостных. Им часто господа или администраторы давали не только издевательские фамилии, я лично видела фамилию Жопину в метрике, и не думаю, что человек сам ее выбрал. Но и просто могли дать фамилию по помещику. Ну и даже с родами, как разобраться, какого именно рода ваши предки без поиска. Вас завалит информацией по условным Орловым, но это ничем не лучше, чем ее полное отсутствие. Для того, чтобы расшифровать происхождение фамилии, конечно, нужны навыки. Есть специалисты по этой области, их территория где-то между короведением и лингвистикой. Это такое мое представление об этом деле. В фамилии по имени деда всегда найдется имя. Например, Романов, ну скажем, Алексей, сын Ивана, внук Романа, Алексей Иван Иванович Романов. Интересные случаи, когда имя не такое уж распространенное, например, Агей, а фамилия, следовательно, Агеевы, не сразу приходит в голову, что речь о фамилии по деду. Суффиксы тоже важны. Так, например, моя фамилия, в чем я уверена на 99%, образована от имени Яков и белорусского суффикса Енак, Йонок, распространенного в узкой части бывшей Витебской губернии, Якушонок, Филипенок по аналогии есть. Но русскому уху этот суффикс сначала кажется странным. Мы больше привыкли, например, к украинскому КО, Дзитко. То есть, моя фамилия по дедичеству в Украине была бы, ну, предположим, Якушенко, в России Яковлева. Конечно, немало фамилий и по прозвищам, профессиям, мы все их слышали, и они, безусловно, вызывают, может быть, даже наибольший интерес, потому что непонятно, как у человека появилась фамилия, скажем, Скрипка, где описана эта ситуация, что приводит нас к следующему пункту. Сама по себе эта штука, которая во множестве предлагается в интернете, пустышка. Небольшой микс из сведений по географии, истории, лингвистики и все сплошь предположения, поэтому не стоит, наверное, в этом плане полагаться, потому что самого главного это не меняет. Фамилия в целом к вам относится так же, как имя. Только через генеалогию можно дойти до конкретного человека, который в вашем роду назывался этой фамилией, и узнать, предположим, была ли у него Скрипка. Однако это все равно хороший подарок, я считаю. Возвращаясь к первому пункту, фамилия важна для нас как знак, знак принадлежности к роду. Это в целом хорошее чувство. Да, не самое разумное вложение денег, но суммы там небольшие по сравнению с исследованием по генеалогии. Для подарка, в общем, это важно. Не исключено, что тот, кому вы подарили этот сертификат, узнает благодаря ему в будущем о своих предках, но через другие каналы. И еще в этом есть некоторая компенсация. Подавляющему большинству из нас не дано узнать о том, как произошел этот момент, когда кто-то по прозвищу Косой стал на бумаге уже Иваном Ивановым косым, и затем сотни его потомков были обозваны детворой в детстве. Не было такого сертификата о закреплении фамилии за человеком, о выдаче или выборе фамилии. В дворянстве и купечестве были некоторые отдаленно похожие документы, но все равно они больше касались рода, а не фамилии. В крестьянстве такого не было в принципе. Поэтому почему бы не позволить себе помечтать? Удачи в ваших поисках! Субтитры сделал DimaTorzok